Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Соловян. Я сегодня вас приглашаю в новый видеоролик и очень надеюсь, что такой формат влогов вам тоже понравится, как и предыдущие. Сегодня в выпуске я покажу, как мы пересекали границу, когда ехали из Беларуси, как мы добрались, что там было интересного. Также вместе с вами отправимся в ГАИ, в полк ДПС, где в итоге расскажу, что меня ждет из-за той ситуации, когда нас ударил шлагбаум по платке М1. Кто не смотрел выпуск, посмотрите, как мы добирались до Смоленска. Также в этом видеоролике я вам покажу национальное бурятское блюдо. Куча всего будет интересного еще в этом видеоролике. Обязательно ставьте лайк, досматривайте до самого конца, пишите комментарии и погнали. Возвращаясь обратно, мы едем по другой дороге, по Варшавке уже, чтобы нам напрямую попасть в Подольск. Вот, и, соответственно, посмотрим, как проходить вообще здесь. Вдруг как-то все по-другому. Я, конечно, не думаю, что все по-другому, но мало ли. Здесь слева страховые компании, куча. До границы нам буквально 500 метров осталось. Снимаем 50 белорусских рублей. Сейчас посмотрим, поскольку будет. О, 50. Эти 50, хотел сказать, долларов, рублей я поменял. И эти денежки мы разыграем в прямом эфире, который вы уже посмотрели. Все мы уже на момент выхода выпуска, мы уже все разыграли. Как что? Я хочу сводить тачку, потому что здесь Беларусь, а здесь Россия. Бля, прикольно. На самом деле так прикольно, смотрите. Беларусь, Россия, Беларусь, Россия. Блин, прикольно. Мы возвращаемся домой. Вот, смотрите, начинаются уже наши знаки. Россия, магистраль, пункт сбора платы. Какой платы, пока непонятно. А, это, походу, для большегрузов. Я так понял, что все, мы в России. Походу, это вся таможня, что ли? Росавтодор начинается отсюда. Москва, Бобрусь. Блин, вот как, где граница? Сейчас, вот, смотри. Да, здесь же табличка Росавтодор. Так, смотрим дальше, что у нас тут за стела. Смоленская область. Прикиньте, все, никаких пунктов, ничего. Вот мы просто попали на территорию России. Просто вот так вот, просто две стелы, представляете? Так, пункт контроля Роснадзор. Дубовича, наверное, вот это вот, это и есть, походу. Да, нет. Пункт сбора платы, не знаю, какой платы. Знаки что-то завешаны. Фонари горят, зеленые карты здесь продают. Автострахование. Смотрите, какой ультрафиолет прям какой-то, интересно. Да, и здесь получается, получается. Ну, здесь это больше похоже как-то на, как он называется правильно. Типа на пост ДПС. В общем, посмотрели у нас паспорта и еще посмотрели багажник. Сказали счастливого пути и мы едем. Все, нам, видите, открыли шлагбаумик и мы поехали. Да, ну получается, я так понимаю, что это исключительно российский контроль. У Беларуси вообще нет никакого контроля. Бывает такое, что Настенька остается одна дома и совсем некому сходить за продуктами в магазин. А я мотаюсь по делам, вот, например, как сегодня. И как же здорово, что мы живем в современном мире, где с доставкой продуктов нет никаких проблем. Вот и сейчас, пока я еду по делам, я могу быстренько Настеньке помочь и заказать ей доставку еды прямо домой. Время зря не теряем, заходим в приложение Лента онлайн и выбираем все, что нужно на обед и ужин. Почему мы пользуемся Лентой онлайн? Здесь широкий ассортимент, доставка в 120 городах России за 2 часа. Но и про вас я не забыл. Делайте свою жизнь максимально комфортно, не тратьте время на ненужные походы по магазинам. А чтобы покупки были еще приятнее, ловите от нас промокод на скидочку аж 20% на первых 2 заказа на сумму о 1500 рублей и бесплатную доставочку. Привезли мне наконец-то продукты из Ленты. Спасибо Славику, выручил меня, заказал, даже не потратила на это время. Но в любом случае удобно, что мужчина с доставкой не занес прямо домой. То есть такие тяжелые пакеты, когда ты дома одна с детьми с маленькими, конечно, это очень-очень удобно. Вот сколько Славик всего заказал, молочко мне, потому что я очень увлечаюсь молоком, сметанку. Эта сметана нам нужна специально на тортик, который мама печет. Мы ее попросили сделать торт, этот называется «Дамские пальчики». В следующем выпуске посмотрите, что за тортик. И мама использует именно эту сметанку. Вот Славик речку взял, кстати, именно от Ленты, от этого магазина авокадо мой любимый. Такой получается заказ, кстати, фрукты. Я смотрю, их много. И по цене виноград вышел всего, например, на 120 рублей. Вот такой огромный пакет любимый. Я сейчас выезжаю в полк ДПС, собственно, откуда звонили Насеньки. И посмотрим, как говорится, что нас ждет. Посмотрим, к чему мы придем. Ехать мне туда примерно час, пятьдесят с чем-то километров. Находится это вообще в Одинцовском районе. Ну, получается, на М1 прям. Собственно, где и случился этот инцидент. Жара сегодня, конечно, вообще тридцать один градус, прикиньте. У-у-у, плавлюсь как могу. Созвонился я сейчас с ним, предупредил, что я буду минуть через тридцать. Он мне говорит, как подъедешь, набери мне. Он, видимо, выйдет, будет фиксировать вот эту вмятину на крыше. Мы вчера приехали в три ночи. Ехал еле-еле уже в какой-то момент. Я понял, что меня, блин, вырубает. Я остановился и подремал полчаса. И вообще, конечно, лучше так не ездить, лучше всегда отдохнуть и ездить дынем. Ну, по крайней мере, я так делаю всегда. Но вчера надо было ехать, потому что тайминг вот с этой вмятиной, с этим шлагбаумом, надо, конечно, можно быстрее решить. Поспал шесть часов, быстро позавтракал, прыгнул в машину и еду сейчас навстречу. Если вдруг кто-то пропустил, я покажу еще раз. Вот, видите, вмятинки. Вот, это сделался шлагбаум. Я сейчас подъехал к батальону, буду звонить ему. Ну, что сказать. На самом деле, грустно. Грустно по той причине, что я вообще не нарушаю никакие правила дорожного движения. Даже вот он оформлял, когда смотрел меня по базе, он говорит, да ладно, говорит, что, никакого штрафа ни на тебе, ни на машине. Я говорю, вообще чистый. А тут вляпался просто с какой-то с ерней вообще просто нереальный. Готовятся все материалы, значит, протоколы, там вот это сейчас все было составлено, фотографии, еще будет видео. И все это дело в суд. Штраф, я так понял, 5 тысяч рублей, но когда, если оплатить быстро в течение 30 дней, да, 2 500 будет. Нематериалы в суд, это как бы то, что я уехал, назовем это так, это лишение прав. Поэтому материалы отдаются в суд. Но самое плохое, что в этой истории, не дай бог лишат, это раз. А во-вторых, это то, что суд вроде как вот он сейчас, он типа делает пометку конец августа, а, на 19 августа. Но он говорит, это все нет, потому что они там 10 раз все переигрывают, и скорее всего это будет середина сентября. И получается, что наши планы все коту под хвост. Очень грустная история, в которой ты просто оказался заложником, вовремя не придал этому значению, потому что если бы я придал значение этому звуку, остановился бы, мы бы там все нафорумили, и мне был бы только выписан штраф о повреждении. Опять-таки, все можно, я думаю, технически как-то сейчас доказывать, экспертизами, что... Короче, удивляет, в какой геморрой я попал, но, как говорится, ничего не делается просто так, все для чего-то нам дается проходить. Поэтому будем наблюдать, буду с вами обязательно делиться. Мамулька сегодня готовит вот такие вот штуки. Главное, днем такая сказала, я зажарю джамплинг, я такой не въехал, думаю, что это такое, думал, какое-то оно блюдо замутило. А в итоге вот это вот такое блюдо в упаковке, номер один, готовый продукт, супер тонкое тесто. Ну, судя по палкам, что-то такое японское, их нужно жарить, вот, сковородку туда-сюда, типа как геодзе, короче. Вот, можно вот здесь, если на паузу поставить, почитать. Фарш, свинина, шпик, лук и так далее. Тау-пин-ги, какое сложное название, что попробуем. Руки, здесь фарш, очень чувствуется капуста из зелени, но штука очень вкусная. Это вкусно, да, пап, с нами не понравилось. Обалденно, понравилось. Да, не вкусно? А Тёмке понравилось. Ой, я рада. Я другая пилочинка хотела. Роша, хватит, ты что-то подсел уже, смотри-ка, что. Давай папе. Эй. Вкусно-то? Рано еще мороженое есть. Ой, красота. Мамень, дай, мамень, дай. Дай мамень. Дай мамень. Ну-ка, верни, да верни, ну ты что? Ну ты что, зачем? Ну ты что, зачем? Блинчик, а ты ёпсель-мопсель. Было? О, бери, правильно, как взял. Молодец. Ой, сынок, я сейчас тебе в телегу скину. Все, сюда. Сходили с Настенькой, купили ребра, прям аж 2 600 вышло. Сейчас будем готовить наш любимый ужин ребра с овощами в духовочке родителям. Мы на днях хотим отправиться в Москве, в остров мечты, детей сводить. Вот, там всякие аттракционы, плющики, короче, такая, типа, прикольная история. Давно обещаем, кто-то с нами давно наблюдает. Помните, мы там в Сочи не пошли. Ну и в этот раз прям обязательно решили, все его прям так и рекомендуют, рекомендуют. Мы, в общем, так давно не ходили ни в какие-то такие места, поэтому Настенька сказал, надо купить пацанам какие-нибудь кроссовочки. Проходил мимо витрины с игрушками. Мирончик схватил, пришлось покупать такую игрушку. Конечно, вообще такая тихая-тихая, бестолковая. Но стоит 1100, правильно, выкидывай её, сын. Не нужна она. Ну и мальчишкам тоже набрали там кроссовки взяли, шорты новые, футболку, одежда на них. Их вообще горит. Просто, я не знаю, часто стали покупать, но они всё рвут, портят. Пятнами. Пятнами, ага. Мы совсем недавно ездили в Беларусь. Выпуски обязательно посмотрите, предыдущие видеоролики. И когда мы находились там, мы долго думали, что бы привезти вам такого интересного, что можно было бы разыграть в прямом эфире среди всех зрителей. Так вот, мы привезли оттуда белорусские рубли и разыграли. И сейчас вот я бегу в магазин купить конверты, и потом надо будет ещё заполнить их, вложить эти купюрочки, написать на каждой купюре пожелание, автограф, и бежать на почту отправлять. Сгонял, купил конвертики, 7 штучек. Всё, сейчас останется только их заполнить, упаковать купюрочки и пойти на почту отправлять. Единственное, что у нас в Подольске почта говорит, что там ничего не работает. Кое-как купил даже конверт, оплата не проходила. Но, надеюсь, на лучшее. Вот, собственно, все купюрки, которые мы разыграли в прямом эфире. А главная купюрка отправляется топ-донатеру. Вот, собственно, пустые конвертики. Всё, погнали заполнять. Теперь еду на почту, быстренько отправляя все письма. И, скорее всего, когда вы смотрите этот видеоролик, письма уже идут к вам. Поэтому не пропустите треки, я вам всем скинул. Мне предстоит пройти большое ТО. Какой-то ещё подшипник ступочный зашумел. И вот, стоим гадаем, какой, чтобы сразу заказать. Мы, когда приезжаем к родителям сюда, в Москву, всегда просим их приготовить очень вкусное-вкусное блюдо. Многие, конечно, его знают. Это позы, бурятские позы. У меня отец, он с Олдэ, мама с Читы. Естественно, в Запайкале, как бы, это блюдо очень развито. Мы даже как-то раз в Сочи гуляли. У нас на Мерсе был регион 75-й. И нас, типа, узнали там ребята, говорят, о, вы Читинский, типа, мы тоже, давайте к нам на позу. Ну, их там свой домик, короче, там поместье такое небольшое. Вот, мы там тоже отведали позы. И вот сегодня родители тоже приготовили. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какая красота. Ляпота. Все это дело закидывается вот сюда. И мамульку еще, вон, заготовки даже сделала. Это будет заморозочка на следующий раз. Сегодня все сожрем. А, ну да, точно. Мы готовить не умеем, но родители решили научить позы делать пацанов. Вот, собственно, сейчас тут будет большой мастер-клак. При помощи, конечно, поддержки здесь Радюлька накатывает лист, лист теста. Давай, катай, сынок. Папка жрать хочет? Давай. Давай. Серединку. 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 Вот. Теперь, Темка. Здесь нужна особенная сила. Молодец. Раскатки. Вот, молодец. Сейчас сюда ложится уже вот фарш. Вот так вот. Давай, человечек, иди. Молодец. Пробу вообще гонять стал наш маленький. Да, я пришел. Ну-ка, все расходимся. Вот так вот. Рук-рук-рук-рук-рук-рук-рук. Так, кажется, ему Мэрика нужна. Так, аккуратненько, Мирончик. Мэрика маленькая. Правильно отходи от нее. Смотри. Смотри. Нет, ему нужен секретношка в бабушку. Вот так вот. Ну так вот. Вообще гонять стал. Ходит во все. Бегает. Вот что получилось у Темочки. Я считаю, что очень даже добротно. Это вот мамулька лепила. Нет, это мы вместе с бабушкой. Это я учила, а тут вообще самостоятельно. Это успехи Родика. Молодец. Радион молодец. Расстояние делай. И вот так нахлет. Вот молодец. Вот она. Папкина кровь, да? Наконец-то мы дождались. Это вот как раз те самые, которые лепили. Ребятишки. Ну, а видите, какая красота. А здесь сейчас будет нам. Вот такая красотища. Позы. Мурятские. Музы. Позы. Кто как их называет. Все. Приятного нам аппетита. Сейчас будем пробовать. Пришел, смотрите, там тоже есть позы сынок. Слышишь меня? У него вообще такие... Малючки. И вон. Иди садись кушать. Мы даже не представлять какая-то вкуснота. нет правильно вот так вот правильно сок как-то выпиваешь из них понятно вот такой вот видеоролик у нас получился сделанный из нескольких дней нашего пребывания здесь в подольске как вам пишите комментарии очень надеюсь что вам понравилось пишите комментарии я с вами прощаюсь видимся с вами в следующем видеоролике совсем скоро пока а